Наш пострел везде поспел. Мой день в субботу продолжается. Всё, ожило после дождичка. Всё, свежо. У меня уже темнеет, а я иду на прогулку. Сейчас зайду в Валберис, потом пойду в Магнит схожу. Мне нужно зайти от тарифа, от одного отказаться. Навязали мне его, а теперь что-то там меняют без конца. Поэтому пойду вообще от номера откажусь. Смотрите, какие орехи огромные. Я уже тут ходила, показывала. Ой, как хорошо на улице. Просто вообще тишина, ветра нет. У меня уже около 7 часов, поэтому темнеет. А я думаю, эту гумушку проводила. Думала, пойду-ка я сегодня ещё схожу, чтобы завтра действительно у меня был выходной. Ну какие же красотульки. Ну какие же красотульки. Мне написали, что это действительно декоративные подсолнухи. А это тоже что-то такое непонятное. Какие-то редкие цветочки. Остаётся ещё немножко. И эта красота уже отцветёт. Садушки себе выбираю. Не знаю, вроде бы налезли. Что очень удивительно. Ну наконец-то. Что-то я себе выбрала. Хорошо. Всё, гиги не давит. Одела кофту и вся в мыле. Вот просто вся в мыле. И если не одеть, вроде бы как и свежо. И поэтому пришлось мне одевать кофту. А получается, что всё равно, наверное, ещё рановато. Она очень тёплая у меня. Я уже в магните. Не так уж много здесь людей. Вот. Благополучно отказалась от тарифа. Без проблем. Там, оказывается, 4 рубля ещё долго было у меня. Ну, я быстренько оплатила. Сейчас пойду посмотрю. Помидоры. Огурчики, может быть, куплю. Потому что завтра мне не хочется идти куда-то ещё. Посмотрю сегодня здесь. Ну что, дорогие друзья. Очень хочется посмотреть, что я там получила. Сама не знаю. Потому что я выписывала давно уже. И забыла уже, что я там выписывала. Отсвечиваются у меня лампочки. Ну, ничего не могу сделать. Потому что вечер. А не терпится же посмотреть. Ну, первое, что я выписала, это вот такие коврики. Вы, может, помните, я такие коврики выписывала. Я, вернее, покупала в фикс-прайсе. Но я посмотрела, сколько сейчас они стоят в фикс-прайсе. У меня частично на полках есть такие коврики. И вот я... Их так удобно. Вот, допустим, в холодильнике ставишь что-то на этот коврик. Одно дело, когда стекло проблемно там вытягивать. В пазах стоит это стекло и так далее. Другое дело, коврик вытянул, протер, высушил и на место поставил. Мне, кстати, в планах навести порядок в холодильнике. Потому что частично надо там разобрать кое-что. Дети там приезжали, свой корм оставляли, свою еду с дороги. И кое-что пооставалось того, что я готовила. И не поели. Поэтому я решила, думаю, возьму. Но я покупала уже еще с пенсии. Я уже говорила об этом. Так, сейчас я зайду, посмотрю, сколько это стоит. Итак, коврик силиконовый для холодильника. 6 штук. 30 на 40 сантиметров. И 209 рублей, по-моему, стоит. Так, этого в наличии нет. 197. Вот. Раскрывать я их не буду пока что. Если есть желание, зайдете, посмотрите. Прям так и называется коврик для холодильника. Здесь вот что-то рассыпалось. А что, я не пойму. Что это? Я тут такое выписала, что оно рассыпалось. Все поняла. Это очиститель. И он рассыпался. Его тут запаковали. Распаковывать не буду. И сейчас вам покажу про него в телефоне. Это вот такой очиститель. Тысячу озер. Наше российское производство. 250 грамм. Написано 142 рубля. Это сейчас, наверное, стоит. Или я покупала за 142 рубля. Что-то я не могу сориентироваться. Вроде бы сейчас одну цену видела. А тут сейчас уже другая цена. И значит очиститель гигиенический для стиральной машины. Очищает от бактерий и микробов. Уничтожает неприятные запахи. И удаляет мыльный налет и грязь. Я вот когда сюда переехала, еще ни разу ничего не делала. Когда я была на той квартире, жила на той квартире. Я очень часто чистила машину. И как бы уже крайняя необходимость произвести чистку машины стиральной. И я просто вбила поисковик. Там гораздо дороже есть вот такие средства. Там и в пакетиках в отдельных. Но насколько я знаю, там же аннотацию я читала. Что должно надолго хватить вот этого средства. Ну не важно. Важно то, что мне нужно его почистить. Видите я покупала за 121 рубль. А сейчас подорожал. Вбивайте в поисковик, если вам это нужно. Очиститель для стиральной машины. И приобретайте. Конечно, можно какими-то своими подручными средствами. Кто-то аспирин добавляет. Кто-то еще что-то. Но я пробовала лучше вот таких средств. Лучше такого средства я для себя не нашла. Еще как-то одно время, когда еще сотрудничала с Фаберлик, я добавляла для моющих машин вот эти вот таблетки. Еще эти таблетки помогали. Но сейчас они такие дорогие, что я не стала брать. Следующая моя покупочка. Это вот такая коробочка. У меня с ней такая, скажем, повторухая муха. Увидела на канале у Светланы. Если честно, не скажу название канала. Знаю, что Светлана зовут ее. И если вы смотрите Маргариту Герасимову, она называет ее Светуля. Я на нее подписана очень давно. С первых ее видео, когда она открыла свой канал. Я не знаю, была она уже тогда с Маргаритой знакома или нет. Так вот, в крайнем своем видео она рассказывала про вот такую зубную пасту. Так, давайте мы про нее посмотрим тоже, что тут нам говорит Валберис. Конечно же, она рассказывала очень интересно. Я так рассказать не смогу. Это, наверное, надо дополнительную информацию считать. Значит, смотрите. Травяная зубная паста, отбеливающая, белые зубы и уверенная улыбка. Ну, у меня верхняя челюсть искусственная. Кто смотрит мои видео, ну, ранние видео мои смотрел, тот, конечно, знает. А нижняя у меня большинство своих зубов. Поэтому, как бы, я очищу зубы так же, как и всегда. Вот. Если кому-то интересно, в принципе, вы можете сами вбить в поисковик, либо почитайте, сканируйте и почитайте, что здесь пишется про эту зубную пасту. Стоит она 200, ну, на момент покупки я ее покупала за 222 рубля. Так, паста препятствует размножению бактерий в полости рта, обладает великолепными антисептическими свойствами, предотвращает кариес и парандотинс, снижает чувствительность зубов, тонизирует и крепляет десна, предотвращает их кровоточивость. Вот так вот. Ну, в общем, много тут информации. Она есть разная и по разной цене. Не знаю, насколько ее хватит. Там, наверное, ее совсем чуть-чуть нужно брать. Не знаю. Короче, надо все читать. Какая-то здесь палочка. Вот такая пахнет, друзья. Какими-то травами пахнет. Интересными. В общем, завтра утром буду разбираться. Или ножичек какой-то. В общем, что-то такое интересное. Хочу, чтобы у меня была голливудская улыбка. Так, ну и крайнее то, что я... Ну, значит, по поводу сапог. Сапоги мне подошли. Про сапоги мне сказала Юля, дочечка моя. Мы с ней давно мониторили, чтобы мне сапоги купить. Я уже рассказывала о том, что у меня же раньше были такие... Ноги ни в одну обувь не влазили. Ой, порезала. Ёлы-палочки. Ни в одну обувь не влазили ноги у меня. Чуть ли не босиком я ходила. И для меня это было очень и очень проблемно. Но, как вы знаете, я очень много усилий приложила к тому, чтобы не пустить это всё на самотёк. И, в общем, у меня более-менее схуднули ноги, и мне носить нечего. Потому что я всё то, что у меня было, растоптала. И я хожу, у меня всё слетает, у меня всё спадает. И я вот думала с ужасом, что сейчас наступит холода. Кроссовки у меня, конечно же, они тряпчатые, такие с вентиляцией, скажем. Какое-то время я бы в них проходила. А далее у меня ходить не в чем. Потому что это два шерстяных носка надо одевать. И то навряд ли. Вот. Но я очень довольна, что мне подошли эти сапоги. Юлечка мне выбрала, положила в корзину. Всё. Я померила. По каким-то там размерам она мне выбирала. Они кожаные, по-моему, с натуральным этим. Сейчас я найду. Вот такие замечательные сапожки. Что здесь хорошо. У них и шнурки, и у них замочек. То есть шнурки расшнуровал на ту ширину, которая тебе нужна. И потом пользуйся только замочком. На ноге хорошо смотрится. Что, ну, конечно, на худеньких ногах всегда хорошо смотрится. У меня широкая нога, высокий подъём. Они прям идеально на меня сели. Прям я очень довольна. Значит, ботинки зимние, натуральная кожа. Мартинцы, берцы. Значит, купила. Пришли они мне с Санкт-Петербурга. Сейчас цена подорожала. Смотрите, 10500. Я не знаю, на самом деле они столько стоили или нет. Но я купила. Сейчас посмотрю, за сколько я купила. Это на сегодняшний день они столько стоят. Ну, и крайняя моя покупка. Это вот такие мешочки. Обратите внимание, это, как они называются, эластичные пакеты для хранения продуктов. Но обратите внимание, какие они. Допустим, вам нужно накрыть какую-то тарелочку, да, что-то осталось. Накрыли этой крышечкой. И, ну, вот этим пакетиком. Мы сейчас с вами посмотрим, как они накрываются. Вот так они выглядят. Латексная резинка. Прочный материал. Замена пищевой пленки. Удобное и легкое хранение. За 130 рублей я покупала. Ну, и здесь вот показано, каким образом накрывается. Видите? По-моему, 100 штук. их там. Такой вот мешочек. И внутри вот такие вот пакетики. Прямо самой интересно. Они тонюсенькие. Такие вообще супер-супер-супер. И на голову их можно, если красишься, одевать на голову можно. Видите? Широкое применение. Вот. Нужная вещь хозяйствия. Мне про них тоже сказала Юля. Говорит, такие удобные. А когда... Как произошел разговор, когда они приезжали, там кое-что пооставалось. Она мне такая говорит, а у тебя нету этих пакетиков, которые накрывают, говорит, тарелки? Я говорю, а что это за пакетики? Если честно, я вообще первый раз про них услышала. Я говорю же, век живи, век учись. И много еще чего-то не знаешь. И я думаю, многие тоже впервые об этом узнали. Вот. И, в общем, она мне скинула ссылку со своего Валбериса. И я, когда получила пенсию, заказала. Ну, вот такие мои покупочки. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, Добрый день, бабье лето. От этой прямо тепло идет. Люди раздетые, видите, на улице тепло. В футболочке идет девушка. Я даже не знаю, сколько градусов, но я вчера ходила в магазин, оделась же, говорю, свою заряную, и плюс еще одела кардиган. На улице выходишь свежо, а везде жарко. И я вчера пришла домой вся. Вы не представляете. Ну, знаете, во-первых, видимо, энергии у меня вчера слишком много расходовалось, потому что это же для меня необычно столько делать в день, сколько вчера я сделала. я всегда с толком, с чувством, с расстановкой делаю, не перенапрягаюсь, стараюсь себя не перенапрягать. Я сегодня, ну, вчера даже в постели легла, и думаю, ну, все, утром встану, давление мне обеспечено. Нет, встал, нормальное, давление вот-вот-вот. Вот. Настроение хорошее, единственное, ноги не ходят, потому что я, естественно, опять сделала растяжки, потому что я, если перестанулку делаю, я делаю капитальную уборку, то есть стены протираю. Единственное, что вот у меня потолок не протерт, и я просто даже на швабре не достаю до потолка, а боюсь на что-то остановиться, потому что это ж нужно запрокидывать голову, а вдруг как свалюсь, и все. Вот. Поэтому нужно что-то другое предпринимать, думать, каким образом мне протереть потолок. А уже надо бы, потому что уже два года прошло, как я его протирала. даже больше, потому что после того, как ремонт делали, я тогда женщину нанимала, она мне мыла. Вот. Ну, может быть, как-то что-то придумаю. Ой, как хорошо. Друзья, настал такой момент, когда действительно хорошо. Ну, вот я, конечно, понимаю, что я вот, опять же, не могу себя контролировать по поводу того, что я говорю я-я-я. Я чувствую, но раз, что много я. Ну, вот так вот разговариваю, как разговариваю. В обиходе так и на камеру говорю. Так вот, в течение лета я, конечно, всем поднадоела, что жарко-жарко-жарко, жарко-жарко, но на самом деле было жарко. И если вот сейчас красота красивая, то что можно говорить? И в квартире прекрасно, и спится хорошо, и на улице прогуляться красота. Ну, в общем, ловлю моменты вот такие, чтобы получать 33 удовольствия, как говорится. Вчера накрутила столько, у меня же на телефоне стоит шагомер, и, конечно, говорят, что те шаги, которые делаются по квартире, они не считаются, но даже несмотря на то, что я вчера там находила по квартире, я вчера еще и круголя находила по району, туда-сюда. Вот, так что, конечно, далеко от того, что там 10 тысяч метров, но, тем не менее, для меня я считаю, что это нормально. И вот эта растяжка, которую я вчера делала, там наклонялась, передвигала и подтягивалась, там же ж на полки складывала, перекладывала, не всегда что-то брала, чтобы подставить под ноги, чтобы повыше было. В общем, физкультуру вчера приличной сделала, поэтому сегодня болят ноги, и еще опять ударилась пальчиком мизинца, и бедные мои пальцы на мизинцах, бесконечно я им и бьюсь, бьюсь, и бьюсь, то не вписываюсь в косяк в туалет, то не вписываюсь в косяк в ванну, то об диван на кухне, то об коресло, то еще обо что-то, и они у меня не перестают болеть, эти бедные пальчики. Ой, что-то я заговорилась, ладно, пойду. Я с утра уже не могу сказать, что прилично повязала, вчера вообще ни петельки не провязала за день, вообще выходной вчера было вязание, но сегодня с утра немножко повязала, сейчас, наверное, время часов 11, я даже не знаю, не смотрела. Итак, дорогие друзья, что я тут делаю? У меня есть вот такая пряжа, которую мне прислала Галина из Казахстана и здесь у нас получается 5000 метров на 100 грамм. Очень тоненькая ниточка, она мне присылала на день рождения посылочку и лето уже прошло, а я только соизволила взять и перемотать эту пряжу, потому что вчера случайным образом увидела в интернете, что девушка рассказывала, что на внутреннюю часть туалетной бумаги, как это называется, втулка или как даже не знаю, как это называется, раньше они были растворимые, вот эти вот части, теперь они не растворяются, тут как раз у меня две штуки освободилось, я собиралась их выбросить и увидела случайным образом в интернете видео какого-то блогера, как она перематывает на них, но значит я первоначально пыталась перемотать на вот такую втулочку, на вот этой моталки, у меня есть моталка, которая побольше, я ее сто лет в обед выписывала, я понимаю, что вы сейчас опять начнете спрашивать, это на большие бобинки или на большие моточки, очень удобно перематывать пасмы кавказской пряжи, допустим, если толстая пряжа, там есть такая, которая по 150 грамм, вернее по 150 метров на 100 грамм, это вот я покупала там полушерстяную, вот, но не смогла ничего перемотать на эту моталку, и тогда я вспомнила, что у меня же есть еще одна моталка гамовская, которую я в рамках сотрудничества выбирала в интернет-магазине Леонардо, вот, не закончила мысль по поводу вот этой моталки, эту моталку я приобретала в каком-то интернет-магазине, сейчас даже не скажу, друзья мои, почему, потому что то ли наша пряжа, то ли еще как-то называется, честно, не скажу, у меня не осталось опознавательных знаков об этой моталке, только если видео, которое я, в котором я показывала первоначально, когда купила, я сейчас даже посмотрела в интернете, на Алиэкспресс, есть такие моталки, но они довольно-таки прилично стоят сейчас, тогда я помню, что я ее за 1700, по-моему, брала, или 1200, как бы не 1200, ну, не так дорого это было, если сравнивать, какая цена на нее сейчас, я помню, что для моего бюджета не очень накладно было на тот момент, ну, и доллар же сейчас совершенно другой, все же привязываются к доллару, и поэтому я не могу сказать, конечно, они продаются и в других интернет-магазинах, но где я вам ничего не скажу, то есть есть на Алиэкспресс немного поменьше, у меня тоже такая была, я ее подарила своей соседке по площадке, вот, где я жила на пятом пяти, бывшей моей квартире, вот, а вот эту вот приобрела, мне тогда написал именно менеджер или представитель, или может сама хозяйка этого магазина, я не помню, может быть как-то я обмолвилась на канале или в видео, что неудобно большие пасмы перематывать на маленькой перемотке, и она сказала, что вот у меня есть в магазине, сейчас там скидки, и она вот по скидке мне продала, это вся информация, которая про такую моталку у меня есть, ну и повторюсь, что на нее я не смогла перематывать, зато вот на эту очень даже хорошо перематывается, и просто прелесть, единственное, что надо придерживать, вот, так что как хорошо, что есть наличие и та, и та моталка, вот и получается я уже перемотала одну немножко, я хочу образец связать, здесь у меня получается точно я вам не скажу, потому что здесь не написано, а у меня две таких бобинки, не помню, говорила, да, наверное, сказала, что Калина из Казахстана присылала мне эту пряжу, и это хлопок на шелке, и получается там что-ли 62% хлопок и 38% шелк, по-моему, если не изменяет мне память, вот так вот, а еще вот здесь стоит вот такая бобинка, они у меня стояли вместе, и это у нас 70%, я вот такие бирочки стала писать, которые клеются, я все-таки приобрела вот эти самоклеющие, такие полосочки, здесь, как видите, написано, 70% кашемир, 30% шелк, и здесь полтора метра на 100 граммов, кашемир и шелк, это просто фантастика, и первоначально, когда я, они вместе, я уже сказала, стояли у меня, у меня первые мысли, когда я еще посылку эту распаковывала, что я соединю, это вот шелк тут, шелк там, хлопок, кашемир, и будет это супер замечательная смесовка, ниточка здесь тоненькая, здесь тоненькая, и будет что-то такое нежное, не очень жаркое, но в то же время теплое, потому что хлопок и кашемир, мне кажется, вот конкретно для нашего региона, это замечательный микс, но пока я крутила, перематывала эту пряжу, естественно, у меня уже заиграло тысячу мыслей в голове, и в общем, я не знаю, уже немножко переиграла по-другому, и я не буду озвучивать, потому что я думаю, что вы покрутите пальцем у виска, я вначале попробую связать образцы, а потом уже вам скажу, я очень много что оставляю за кадром, то, что я делаю, например, я сегодня с утра начала кое-что вязать в полной уверенности, что я это буду вязать, но сейчас буквально пять минут назад я все это распустила, потому что то, что я задумала на той пряже, которую я взяла, не смотрится, вот я уже который раз убеждаюсь в том, что каждой пряже и свои спицы нужны, и свой дизайн, или своя идея, или своя модель, вот так наверное правильнее выразиться, своя модель, потому что ту пряжу, которую я взяла, и та модель, которую я на ней задумала, она абсолютно вот не пошла, я уже там связала энное количество рядов, рядов 30 наверное связала на 220 петлях, вот, и все сейчас распустила, и это не первая такая вещь, потому что я по жизни экспериментатор, вы знаете, что я много чего начинаю, распускаю, довожу до того момента, когда действительно мне нравится, ну, нравится, ну, и много я начинаю, распускаю, и просто все в ноль, ну, я считаю, что так и должно, мы же люди творческие, так должно и быть, вот, ладно, друзья, я тут заговорила, мне надо хотя бы немножко повязать сегодня кардиганчик, я что-то опять отставила, не то, что отставила, время сейчас сколько, ох, уже полвторого, я что-то сегодня, хоть и в выходной хотела себе сделать, но я что-то тут, то и это, то 5-10, и опять у меня вязание стоит на месте, в общем, дорогие мои, закруглюсь на сегодня, и, как всегда, в конце видео желаю всем добра, нескончаемого вдохновения, творческих идей, возможность для их воплощения, здоровья вам и вашим ручкам и я с вами прощаюсь конечно же ненадолго, до новых встреч, до новых видео, с вами была Ирина.